всем привет получаю много вопросов по установке на принтеров на linux значит хочу показать свой путь вот посмотрите значит я не могу вам по каждому вашему вопросу сделать отдельный видеоролик как просит автор они могли бы вы сделать обзору как подключить и конкретный там принтер сканер ну я это физически сделать не могу но я могу сделать вот что я могу пойти вот сюда поискать в гугле значит в гугле значит ну вот я тут делал автору отослал специальную страничку и значит на этой страничке значит у меня значит там были ответы вот на написано софт решена вот идем сюда на решенную проблему здесь указывается подробно как человек там решал там ту или иную проблему поэтому значит прошу относиться с уважением значит ко мне как к автору видеороликов я не могу физически охватить все допустим запросы и так далее ну пути поиска вот у вас вот такие вот должны быть указывайте марку своего значит там принтера сканера значит и ищите в сети проблемы решения на каждом принтере на сканере обычно имеется так называемые наклейки или этикетки если на них вы видите этикетку linux то как правило назначит этот принтер поддерживается производители стараются сейчас выпускать свою продукцию там принтеры сканер и так далее которые поддерживают и windows и linux и macintosh там и другие операционные системы если же у вас старый значит принтер то здесь значит я вам путь показал поискать по сети возможные пути решения проблемы если их нет ну тогда уж извиняйте я не производитель этих принтеров и сканеров вот дальше вот какие бывают интересные варианты значит лично я назначит вот делала себе недавно обновление посмотрите я специально вернулся назад то есть у меня всегда есть копия сохраненная систем баком когда у меня все работала нормально и значит здесь значит я сделал обновление после которого у меня просто-напросто пропал звук начисто пропал если бы я не сделал значит копию систем баком то практически этот видеоролик я была показать не смог поэтому я вам всем рекомендую что вот когда у вас все как говорится чики-пуки настроено все нормально делаете копию систем баком настроены системы и и и сохраняете как это дело делается вот пожалуйста у меня значит по систем баком по систем баку вот пожалуйста программы на моем сайте есть раздел резервные копии вот программа систем бак и здесь очень много видео уроков как там и что делать все относящиеся к систем баку пожалуйста посмотрите эти видеоролики и вы будете как говорится всеми вот таким вот образом я вот допустим этот факт что у меня вот после очередного обновления теперь пересчет звук ну я был просто удивлен ну как так ну в жизни как говорится бывает всякое и мне пришлось вернуться на откатиться на старую копию где у меня скажем так и и и звук был и все нормально пробовал я недавно поставить убунту линукс 17.10 у них очень красивый рабочий стол они сделали сейчас его гном но на гном значит убунту 1710 систем бак не ставится то есть понимаете перед каждым пользователем всегда стоит целый ряд решений которые ему предстоит предпринять и какую систему выбрать там и так далее и так далее поэтому я вам всем рекомендую значит ну просто относитесь ко всем этим делам повнимательнее ну ладно я желаю вам всего самого лучшего и до новых встреч